В далёком 1944 году бойцы бригады речных кораблей Днепровской военной флотилии начали форсировать Березину. Соединение участвовало в Бобруйской наступательной операции. Её корабли помогли войскам 1-го Белорусского фронта освобождать наш город. За проявленный героизм и мужество 9 моряков были удостоены звания Героя Советского Союза. Флаг Днепровской флотилии, государственный флаг Республики Беларусь, На протяжении 80 лет в последний день июля в Беларуси отмечается День военно-морского флота. В Бобруйске по традиции десятки человек, офицеры, мичманы и матросы в отставке встречаются у памятника воинам Днепровской флотилии. В этот праздник у нас самые наилучшие эмоции приподняты, потому что встречаемся с боевыми друзьями, с коллегами, которые мы, ну может быть, не на одной лодке, но в одних флотилиях, в одно и то же самое море и выполняли одни и те же самые задачи. Поэтому у нас очень много общего, что нас объединяет. Объединяет нас прочный корпус. Николай Рудак 25 лет подряд приезжает из Глузка в Бобруйск, чтобы вспомнить службы и почтить память тех, кого уже нет. Корабельный старшина защищал родину на атомной подводной лодке. Николай признается, для тех, кто отдал годы жизни военному флоту, этот праздник самый главный в жизни. Можно только пожелать одного, прежде всего здоровья, и чтобы тот дух, который дал тот флот военно-морской Советского Союза, оставался еще на долгие годы. Минута молчания, слова благодарности и памятные подарки. С праздником моряков поздравили и представители власти. В этот день с глубокой благодарностью, с глубокой признательностью мы вспоминаем заслуги перед Отечеством всех поколений военных моряков. Тех, кто в кровопролитных сражениях на море и на суше отдал свою жизнь до честь, независимость и процветания своего Отечества. Почти в каждом штабе флота и в советское время и сейчас высшим командованием всегда были наши соотечественники. Сегодня в Белорусском Союзе военных моряков числится более полутора тысяч человек, а День ВМФ отмечают во всех областных центрах страны.